Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Тим и сегодня мы на стадионе Локомотив будем записывать самое лучшее шоу про самую лучшую в мире Академию, Академию футбольного клуба Локомотив. Пара слов о том, что сегодня будет происходить. Каждый выпуск я буду приглашать самых достойных представителей футбольной академии Локомотив, чтобы они показывали свои футбольные умения на футбольном поле, то что они умеют делать лучше всего. Ну а кроме этого я буду расспрашивать их о футболе, о жизни и обо всем, что их окружает в футбольной академии. Они нас уже ждут на футбольном поле, так что погнали! Первый выпуск нашего шоу мы пригласили Илью Винникова и Алексея Ларина, игроков команды 2003 года рождения, которые совсем недавно выиграли UTLC Cup. Пока они переодеваются, давайте я вам вкратце вообще расскажу, что происходило в Академии в последнее время. Самым важным событием прошедшей недели стало открытие общеобразовательной школы при Академии. Мы долго этого ждали и 1 сентября она наконец открыла свои двери. Двух мнений быть не может, это важнейший шаг для всестороннего развития ребят. Но нас больше волнуют футбольные успехи воспитанников. Всю неделю ребята готовились к возобновлению клубной лиги, так называется чемпионат Москвы, где футболисты Академии Локомотив сражаются со Спартаком, ЦСКА, Чертановой и остальными. Первым после летнего перерыва соперником стала Динамо, с которым Лока сейчас соперничает за первое место общего зачета. Общий зачет это сумма набранных очков пяти команд старших возрастов. Все матчи выдались сложными и в пяти этих зачетных возрастах лишь нашим сегодняшним героям удалось одержать победу. Единственный гол в матче на счету Матвея Ивахнова. В ничью завершилась игра команд 2004 года рождения. Этим ребятам скоро предстоит встретиться вновь в рамках полуфинала Кубка Москвы. Четвертьфиналы, которые прошли на прошлой неделе, сложились удачно для двух наших команд. Основной Локомотив легко переиграл Спутник, а Локомотив 2 преподнес сенсацию и выбил из розыгрыша Спартак, который в последние годы регулярно забирал этот трофей. Так что ждем железнодорожное дерби в финале. Кстати, жизнь школы и молодежной команды очень насыщена. Если вам интересна наша молодая поросль, обязательно подписывайтесь на YouTube канал и соцсети Клуба и Академии. Все ссылки будут в описании к ролику. Будет интересно, обещаю. Буквально неделю назад Барселона подписывает Усмана Дембеле за огромное количество денег. У них есть такая традиция, они приглашают игрока на футбольное поле, приглашают болельщиков. 92 тысячи на трибунах, игрок выходит и должен показать всем, что его купили, он сейчас заменит Неймара. Он делает вот примерно вот такие вот вещи. Ну, болельщики не очень рады. Представь, ты на Камп Ноу. Вокруг тебя 92 тысячи болельщиков. Тебе дают мяч, и ты должен показать, что ты круче Неймара, и то, что вы продали пассажирам, это вообще ничего. Глава! Парсал! 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 Сaptем realitat el somni que tots desejávem. Ahora estén plaga, ya somos la casa San Jaume. Una intensa emoción, cuando surti la locura, son miserables milios. Tienes ganar. ¿Cómo te relacionas a real? Nunca, y más a real también. ¿A quién te relacionas a real? Давай, у тебя есть одна попытка, неправильно. Правильный ответ Локомотив. Смотри. Еще чуть раньше, чем Усман Дембеле, в real приходит Teo Hernández. То же самое, тоже огромная, вот видишь, куча болельщиков. Teo Hernández, почекай нам мяч, говорят. Ну тоже, короче, что-то не заладилось у парня. Он дешевле, чем Усман Дембеле, но... Давай, теперь твоя очередь показать, что ты лучше, чем Teo Hernández. Звучит музыка. Их летними. Беднель. Значит, и следует... Порев. Лучкой. Смотри. Лучкой. Психай. Психай. Ты уверенно выбрал Барселону. Почему? Потому что там игроки более техничные, чем в Реале. И они играют в пас. Ну, лучше в пас, чем в Реале. Три лучших игрока на твоей позиции? Иньеста, Модрич и Фабриас. Кто в Атлетике тебе нравится? Ну, Фернандо Торрес больше всего. Он похож на тебя по стилю игры? Думаю, да. Недавно вы выиграли UTLC Cup, встречались с Бенфикой, с Гамбургом. Это самые сильные соперники, с которыми встречались или были сильнее? Ну, по-моему, мнение Бенфика – это очень сильная команда, но нам удалось ее выиграть. В атаке Локомотив. Можно бить. Ларин, удар. Гоу! Вы вели 3-0 с удалением соперника и довели до 4-3. Что случилось? Почему так? Ну, небрежность. Уже, наверное, расслабились. Думали, выиграли. Но в конце они так подавили и забили 2 за 5 минут. Я смотрел матч с Бенфикой. Ты нередко бил издали. Это твоя коронка или нет? Ну, да. В матче с Спартаком Фернандоше удался прекраснейший дальний удар. Ты сможешь его повторить? Ну, постараюсь. В чем вообще крутость этого удара, на ваш взгляд? Почему Селихов не отреагировал на него? Ну, он не думал, что, наверное, будут удары. То есть исключительно из-за няжиности? Да. А у тебя мнение? Мастер дальних ударов. Ну, он тоже не ожидал этого удара. И не было видно удара из-за игроков. Смотрите, многие говорят о том, что... И сам Фернандоше о том, что у этого удара еще очень странная траектория. Он летит как-то вообще по непонятной траектории. И Селихов даже не понимает, куда ему прыгать после этого. Ну, я сначала в одном, потом в одном. Так что вам сейчас предстоит повторить примерно с той же точки. Какая ваша главная цель в футболе? Ну, через 10 лет кем бы... Вот какие достижения ты бы видел и сказал бы, да, я всего достиг? Ну, Лигу Чемпионов выиграл бы. Сказал бы, я всего достиг. С Атлетикой Мадридом? Ну, надеюсь, да. Не с Локомотивом? Ну, с Локомотивом тоже было бы неплохо. Двои достижения? Лигу Чемпионов и Чемпионат мира. Какого года? На 2030-го день. Ну, ты надолго заглядываешь, я смотрю. На 2020-го. Я думаю, 2024-го уже можно, в принципе, быть в сборной, ну, и где-то помочь ей дойти до финала. Можно, да. С вами были Алексей Ларин и Илья Винников, игроки команды 2003-го года рождения, будущие звезды футбольного клуба Локомотив. А с вами был Тим. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова